всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю снимать такой домашний влог сегодня ко мне должна приехать доставка с магазина ламу да я вам ее покажу сейчас как раз до курьера и нужно будет сварить обед приготовить что-нибудь покушали в общем все как обычно такой мой домашний влог и также я хочу вам сейчас показать свои новинки от новинки уходовой косметики от компании решим один продукт мне вообще безумно понравился я наверно повторю это но мне кажется сто процентов вот так что давайте сейчас все вам покажу и так девочки вот мои новиночки давайте начнем с тела во первых я все-таки решила попробовать знаменитый скраб от реше кофейный скраб для тела очень мне понравился во первых он экономичный то есть я думала что но такой маленький пакетик кажется да думаешь ну что там на пару раз но вот его реально то есть я использовал его несколько раз уже и реально его еще много то есть мне его еще на долго хватит очень классный скраб делает мягкую бархатистую кожу и он видите такой как как сказать как маслянистый такой да то есть он после него можно даже вообще больше ничего не наносить никаких кремов масел ничего такого я буду дальше продолжать пользоваться он реально он реально очень классный то есть он очень хорошо отшелушивает кожу и при этом не травмирует ее то есть нет такого что вам кажется как будто я не знаю какая-то какие-то иголочки по вам его из от нет скраб очень понравился с огромным удовольствием дальше буду пользоваться и он действительно делает в районе бедер и ягодиц кожу такую прям вот гладенькую гладенькую вот так что мне очень понравилось тоже и конечно же шампунь и кондиционер которым как вы видите я кондиционером все пользуюсь у меня вот так вот вот так вот произошло с кондиционером но я потому что люблю мыться в горячей воде мне кажется из-за этого так и получилось но это очень удобно потому что получается выдавить все так до самого конца шампунь у меня для окрашенных волос безумно нравится хорошо промывает хорошо пенится не вымывает краску вообще то есть вообще мне кажется даже делает ярче более такие яркие более блестящие волосы и это у меня восстанавливающий кондиционер который как я понимаю тоже можно использовать для окрашенных волос тоже очень понравилось он делает волосы такими гладкими такими прямо волосин как волосинки при этом не склеивает их тоже классное средство мне очень понравилось с огромным удовольствием буду использовать дальше то есть не утяжеляет волосы и при этом питает хорошо длину вот что самое главное для меня потому что у меня длина достаточно сухая то есть на концах волосы достаточно сухие вот хорошо очень питает то есть принципе можно дальше не использовать никакие не смывашки классное средство просто супер ну и самое главное то что мне понравилось это уход за лицом я решила в этот раз попробовать думаю но как-то давно смотрела я вообще люблю различные уходовые средства для лица использовать и я взяла вот такую сыворотку антивозрастную и это тоже крем тоже крем антивозрастной для всех типов в коже крем как я понимаю вот здесь вот указано содержит spf 15 я его использую как дневной крем мне нравится очень комфортный я вот его скажем так не так много использую я опять же использую на на какую-то сыворотку на тоник и его действительно нужно совсем немного целый день моей сухой кожи достаточно комфортно никаких вот ну вообще мне вообще нет никаких нареканий к этому крем мне очень нравится я буду дальше продолжать пользоваться и потом наверное когда закончится я вам вообще точно расскажу насколько вот классно или нет но и он знаете не дает блеска и не скатывается на нем никакая косметика вот в качестве дневного крема мне очень понравился тоже считаю что достаточно классный крем но больше всего больше моих восторгов конечно же вот этой сыворотки на самом деле это сыворотка до антивозрастная и рекомендуется наносить на ночь на увлажнен увлажненную кожу в такой коробочке он мне пришел это сыворотка восстановление и обновление вау вот просто реально вау причем я эту сыворотку как бы заказала думаю попробую но как бы не думала что мне настолько сильно понравится это сыворотка вот по мне так реально как восстанавливающее масло но она есть по своей консистенции видите какое оно классное давайте нанесу капельку посмотрите она реально как масло я наношу его на ночь я поначалу наносила сверху крем но потом поняла что мне не нужен крем только эта сыворотка конечно избегая области вокруг глаз она очень хорошо впитывается очень хорошо распределяется и рекомендуется на какой-то тоник сверху наносить то есть на слегка влажную кожу вот этой капельки да вот вроде одну до совсем хватает вот реально на все на все лицо и шею даже немножко захожу на зону декольте то есть я пользуюсь уже давно и у меня вот всего всего ушло вот столичка я наношу практически каждый день на ночную я люблю разные средства вот он немножко дает такой блеск потом этот блеск впитывается но это средство рекомендуется именно на ночь наносить и при этом нет ощущения вот такой пленки когда обычно масло вы наносите знаете есть все-таки ощущение какой-то пленки я нормально отношусь к такому здесь нет можно проводить массаж какой-то по этой сыворотке то есть но вообще кожа с утра становится мягкая гладкая такая напитанная прямо как будто бы я не знаю какую-то ночную маску нанесли и не знаю как будто вы спали всю ночь и вообще не знаете что такое недосып очень очень классное средство ведь она постепенно впитывается если вы проводите массаж еще он еще больше больше начинает впитываться и с утра когда вы просыпаетесь нет ощущения такого жирного блина или что-то такое она полностью вот моя кожа полностью выпивает прямо эту сыворотку кожу очень нравится и еще у меня зимой есть такая история что в районе щек появляются такие покраснения начала использовать когда вот эту сыворотку когда ее получила до свой заказ у меня прошли покраснение в районе щечек реально прошли но до шелушение у меня редко доходит зимой это прям уж совсем у меня тогда обезвоженная кожа но покраснение прошли то свете она уже практически практически впиталась сама впитывается никуда вы не прилипаете она совсем не липкая но для меня это реально маслица вот это прям вау серьезно девочки вот честно от всей души очень советую вот такую сыворотку она по-моему антивозрастная вот я почему-то решила что антивозрастная да нет просто восстановление обновления исключая области вокруг глаз видите несколько капель на очищенную подготовленную влажную кожу лица шеи и зоны декольте исключая области вокруг глаз рекомендуется использовать течение трех месяцев со дня открытия вау девочки вот реально классная вот очень советую вообще также советую вот этот шампунь для окрашенных волос кондиционер но вообще вот косметика ну вообще потрясающе то есть нет средств которых я бы сказала что фу мне не понравилось единственное что а вот этот крем и но я им буду продолжать пользоваться то есть могу только сказать что в течение дня комфортно никакого сухости стянутости нет никакого жирного блеска не появляется правда у меня кожа сухая может быть поэтому мне не появляется до жирного блеска крема тоже такой достаточно легкий и не он даже немножко такой как гелевый но при этом очень хорошо увлажняет то есть ведь сейчас я немножечко возьму давайте другую ручку нанесу то есть эти он такой вот быстренько распределяется тоже нужно совсем капельку как вы видите на то средства очень экономичные быстренько разнесли все и можно уже сделать какой-то много нанесла какой-то макияж вот и кстати сыворотка впиталась кремушек тоже достаточно быстро и хорошее увлажнение в течение дня к вечеру нет они стянутости не сухости у меня это бывает очень часто с многими кремами но вот этот прямо тоже классный так что косметика мне очень понравилось ссылочку я вам оставлю внизу в инфобоксе очень советую вот прямо от всей души реально особенно вот это вот вот это вот вот эта вещь это вообще класс это просто вот видите то есть нет вот этого жирного такого блина но при этом ощущение как будто вот какой-то супер восстанавливающий увлажняющая маслица нанесли на свою личико и кожа просто вот мне говорит огромное спасибо выпивает до остатка так что все ссылочки внизу в инфобоксе но я готовлю обед сварила два супчика первый это с гороховой с фасолью в общем со смесью до бобовых я сделала вот такой вот он не получается его у меня едят детки и с огромным удовольствием в принципе и муж тоже он у меня такой желтый потому что я добавляю куркуму а варю нам данном случае на курином бульоне вот с такой смесью бобовых я сварила добавила не так много чтобы он не получился именно такой суп пюре а был такой легенький суп скажем так если можно назвать такой суп легким вот так что это у меня для деток а мужу он у меня вопросил что-то очень ему захотелось грибной суп грибы я собирала сама это в основном под березовики сушила тоже сама вот и как раз зимой вот такой вот вкусный ароматный супчик получается я варю его всегда с перловкой и вот эти сушеные грибы я не замачиваю я их просто предварительно отвариваю перед тем как опустить суп ну и тут конечно мои стражники стражники порядка не всегда со мной всегда проверяют как что все ли в порядке и правильно или приготовлено с удовольствием снимут пробу вот они в основном вдвоем кошка редко кстати приходят вот но как-то вот вдвоем в основном они всегда наблюдают то есть помогают готовить вовсю как могут мне вот так что такие у меня друзья ну вот обед как раз я тоже решила поесть грибной суп уж больно он какой-то ароматный со сметанкой я вообще обожаю мне кстати муж есть грибной суп без сметаны на мой взгляд вот со сметаны это прямо вот самое то что сметана не хочет никак никак не хочет попадать ко мне в суп вот и прямо даже очень-очень вкусно у меня такая прям маленькая-маленькая тарелочка налила себе чуть-чуть потому что я не фанат вот первых блюд вот но иногда в охотку свеженький с огромным удовольствием ем ями обычно без хлеба не знаю ну бывает иногда с хлебушком в данный момент просто грибной суп немножко картошки у меня в нем и моя петрушка которая до сих пор у меня живет в огороде до сих пор с ней ничего не стало даже пытается там как-то расти вот все время срезаем ну что приехала ко мне ламода как раз таки успела после обеда и не все мне подошло ни мне не детям из того что заказала но в общем я последнее время забываю детям купить носки и в этот раз помнила когда делала заказ думаю брошу чтобы они уже были вот такие я заказала старшим он у меня уже примерил из целая упаковка носки детские семь пар вот такие общем разные тут кислотные ему очень понравились они обычные да и вот такую упаковку той же марки я заказала своему младшему сыночку вот правда заказала 31 36 размер ну принципе ему подойдет у него сейчас 31 размер ножки я муж тут померила ему подошли то есть то что всякие эти разные военные вот и на физкультуру в садик у нас садик есть физкультура и соответственно нужно физкультурная форма я заказала ему такие кроссовки единственное я там одни брала который без шнурков нам самое главное чтобы было вот это подошва белая на чтобы она не пачкала вот эти оказались со шнурками но я уже кстати приловчилась знаете как я делаю я завязываю шнурки на несколько узелков и в общем завязываю так чтобы он засунул ножку туда в общем вот в общем такие простенькие кроссовочки самые обычные самые простые а себе девочки я заказала вот эти ботинки которые кто смотрел мои влоги видели что я мерила их в магазине карри вот и нашла их на ламуде цена точно такая же как в магазине карри просто мне писали что у кого-то нет магазина карри и очень понравились вот эти ботиночки вот пожалуйста на ламуде можно заказать они идут размер в размер несмотря на то что мех можно даже и еще и с теплым носком одеть мех потом ну немножечко внутри такой не сильный мех как сказать не сильно не сильно пушистый не сильным нет девочки тоже говорю вот такой вот он это искусственный мех искусственная лаковая кожа но они мне безумно понравились и я говорила что вот эта часть может сниматься на самом деле нет она вот здесь вот пришита в принципе можно будет отпороть вот и соответственно как-то убрать если вам вдруг перестанет нравиться вот вот эта часть но мне очень они понравились они безумно классные не знаю я вообще без ума от них девочки очень классные ботинки я знаю что кто-то мне писал кому-то они не понравились но мне очень понравилось вообще безумно поэтому я так как делала заказ на ламуде думаю ну брошу уже в корзинку цена абсолютно такая же не знаю здесь нет вот но в общем она столько же стоила в магазине карри это обувь единственно что на ламуде пропадали и еще на ламуде там есть вот я взяла вот эта часть черная а там есть еще вот эта часть бордовая вот ну тоже прикольные очень классные ботиночки девочки ссылочки как всегда я оставлю внизу инфобоксе и еще заказала себе костюм один из костюмов пришел сейчас давайте покажу костюм который я заказала вот такой вот я себе заказала костюм он безумно классный вообще хотя изначально я хотела другой костюм здесь вот этот вот идет внизу на резиночки брюки а я хотела чтобы были такие свободные брюки но я не знаю на какой причем я заказал аж целых два костюма в подобном цвете один такой посветлее 2 потемнее разных марок я не знаю на какой рост шьют те костюмы но мне кажется как-то должно быть указан наверное рост потому что те брюки мне оказались безумно длинными то есть их нужно относить куда-то в ателье для того чтобы подогнуть потому что самой подогнуть вот такую ткань сделана из такой же ткани но безумно длинный я не знаю как самой подгибать такую ткань как это все обрезать это же все петелечками пойдет в общем я решила не заморачиваться и взять в итоге вот этот костюм у меня есть уже два подобных костюма только они более плотные черные и голубой кто меня давно смотрят то тоже видели эти костюмы они не скатывать единственно что где появляются катышки это вот в этой части вот ну как бы как бы не знаю это может быть тоже от строения зависит дам от фигуры в общем вот такие брюки с резиночкой я вам тоже сейчас померю цвет очень классно и не очень мягкий и вот такой свитер мне он очень тоже понравился на сайте он такой свободный прямого кроя и здесь сделана вот такая горловина вот так вот она и спущенное одно плечо то есть здесь такой сделан разрез вот так вот называет называется марка я взяла по свободнее он у меня тоже был в размере с и м я решила взять м-ку чтобы было по свободнее потому что у пески очень сильно облегали вот эти штаны а я не хотела чтобы они были облегающие хотя они немножко приноски под вытягиваются но все равно я хотела чтобы было по свободней и свитер хотела тоже что был по свободнее потому что по такие свитера я очень часто одеваю еще какую-то футболку и вообще тогда безумно тепло можно не знаю морозы спокойно гулять вот состав 45 вискоза 3625 кашемир это безумно классный свитер как стираю такие свитера мне тоже спрашивали я стираю всегда средством жидким для шерсти кашемира и потом когда соответственно на у меня есть режим стиральной машине режим шерсть у меня есть он там очень долго на маленькое количество оборотов и долго она там в общем медленно очень стирает можно так сказать полоска и и потом когда я вытаскиваю стиральной машины я раскладываю на сушилке да у такой который ставится просто вот так вот горизонтально чтобы ничего не свисала ничего не вытягивалась обязательно использую кондиционер любой но в основном я использую фаберлинг да все средства и тогда не вытягивается не скатывается то есть я беру средства для защиты ткани вот шерсть шерсть кашемир в основном да они и тогда нет ни катушков ничего но за вещами конечно же нужно ухаживать очень классный цвет очень классное качество мягкая но он не сильно такой прям толстый толстый у меня есть костюмы которые поплотнее но я не знаю просто говорю огромное спасибо тем кто придумал такие костюмчики потому что я из них просто не вылезаю под любую куртку одеваю с утра когда нужно отвезти детей просто на себя натянула побежала тепло комфортно уютно просто балдею сейчас я вам примерю и меня получается почти под свет идут мои ботиночки но так что сейчас вам все примере девочки покажу но и я просто безумно в восторге ну что девочки вот этот костюмчик мне очень нравится специально взяла на размер побольше хотя мне кажется то что он на размер побольше немножко получается полнить ноги но не знаю мне все равно не все равно потому что костюмчик классно видите он немножко так вот получается сидит здесь вот резиночка то есть у меня метр шестьдесят пять и при этом он не по длине очень даже хорош очень хорош а вот те которые были без резинки такие широкие брюки я не знаю там наверно метр восемьдесят вот такое большое количество нужно было просто обрезать из-за этого я не стала брать сидит достаточно так высоко резинка очень классная здесь есть кармашки не знаю мне безумно нравятся эти костюмы я вообще обалдею них и здесь вот соответственно вот такая горловина то есть он сидит вот так прям свободно свитер можно носить отдельно брюки можно носить отдельно в общем я безумно безумно мне очень раз очень приятно к телу не жаркий очень класс ну и конечно же ботиночки на ботиночке все уже видели вот ботиночки супер классный мне очень нравится я без ума от них в конце концов вот это вот мохнатку можно отпороть но она мне очень нравится извините за такое слово но я обычно подобные вещи так и называю очень симпатичные ботиночки мне безумно нравится тепленькие классные так что и ботинки продаются в карии у кого нет карии можно заказать на ламоте вот мы вот такие вот костюмчики мне как-то писали что такие костюмы быстро скатываются берите просто не синтетику мне кажется синтетика да но как бы особого смысла в синтетических таких карт костюмах на зиму я не вижу поэтому я обязательно смотрю не только внешний вид но еще и состав этого костюм очка но мне очень нравится сажусь доделать свою третью картину вот прямо сейчас когда вот такое вот за окно знаете такая пасмурная погода сутками просто напролет туда что непонятно что мне как-то вечерами вот очень хорошо идут мои картины такое освещение у меня но какой есть извините и у меня были девочки мне некоторые спрашивают было пару вопросов по поводу картин я хочу сейчас на них ответить вот я начала свою третью последнюю картину вообще как разукрашивать частями вы или берете один цвет и раскрашиваете начали одним цветом потом другим я вот как-то получается видите бывает кусочками вот так вот делаю добывает один цвет беру и одним начинаю все номера которые нашла все равно потом в итоге оказывается что где-то я номер какой-то пропустила вот но обычно как-то вот вот так вот у меня выглядит начало моей работы но как до начала можно так сказать то есть где-то вот что-то вот я начинаю до свете начала вот этим желтым потом здесь 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 еще увидела в общем и пошла на как-то так у меня получается мне очень нравится это ну как бы раскраска для взрослых рисуете медитируете успокаиваетесь я не знаю такая вот работа найти есть такое выражение руки заняты голова не болит вот из этой серии вот поэтому мне очень нравится были вопросы у меня по поводу красок кисточек краски если засохли их можно разбавить водой обычно это на коробке написано это же акриловые краски я разбавляю то есть чуть-чуть добавили сюда водички и размешали кисточкой ничего страшного не происходит вот насчет кистей у меня вот тут вот видите много всяких кисточек это кисточки в основном вот эти вот синие это которые идут в комплекте но я им не особо пользуюсь не знаю почему поначалу рисовала в принципе кисточки неплохие но потом как-то я купила себе набор кистей вообще их было четыре кисточки но у меня самую большую утащил сына он берет в себе на изо ну в школу надо будет мне заказать а ему отдать вот этим кисточки вот очень мне нравится вот такие сейчас покажу марки девочки я не помню то ли я в буква еди покупала личность уроняет то ли я в буква еди покупала то ли я где-то заказывала может быть даже на вальберес как-то заказывала или где-то я заказывала я не помню в общем обычно канцелярский вот так у меня называть марка но мне кажется вообще все равно какими кистями какими вам удобнее мне вот эти очень нравится кисти одна из них они подсохли немножко вот такая вот большая вот я сейчас все карте вот эти картины вот этой кистью мне нравится она и в то же время и большую площадь можно и маленькую площадь ей сделать то есть но мне нравится именно синтетика я как-то покупала вот тоже у меня был набор ведь что с ними стало это натуральные кисти но мне не понравились они как-то постоянно пушатся тоненькие линии сложно сделать вот синтетика для меня самое то и в принципе в наборе же тоже идут синтетические кисти у меня еще в этом наборе была такая прям большая большая кисть не помню ее номер общем сынок у меня утащил и также меня спрашивали и смачиваю ли я кисть нет не смачиваю краску беру сразу сухой кистью и кисть между делом между цветами я вытираю либо перу обычную тряпочку смачиваю ее водой и просто вытираю об эту тряпочку слегка смачиваю либо я не знаю можно так делать или нет но мне такой вариант нравится больше я беру обычные влажные салфетки моем случае этого такие лентовский мне просто удобно что не надо заморачиваться с этой тряпкой там ее стирать и так далее и я просто беру и вот об этом влажную салфетку она скажем так не сильно влажная просто вот то есть я рисую все время одной кистью беру разные цвета я просто вытираю хорошенечко и беру там следующий цвет опять вытираем беру следующий цвет и потом соответственно вот эту вот салфетку я выбрасываю вот так вот я делаю вот и мне так очень удобно очень классно то есть салфеточку выбросила все принципе за день пока я рисую я не так уж и много использую этих салфеток но вот такой вот лайфхак скажем так так что будут девочки продолжать рисовать мне очень нравится это занятие я рисую меня тоже спрашивают как я все успевающие картины рисую на первых у меня детки уже не такие маленькие не так много требует скажем так от меня внимание как как когда им там год два три было да старшему у меня 9 я вообще в принципе особо не нужна младшему пять с половиной лет уже скоро весной будет шесть лет поэтому поэтому как-то как-то я не всегда нужна иногда вообще даже не нужна вот поэтому есть время уже на какие-то своим такие занятия принципе вечером на максимум час я сижу разукрашивают а это вот прям максимум которые себе позволяют так обычно полчасика в день и потихонечку потихонечку по ложечки по стежочку в день да но движется у меня вот в общем надеюсь ответила на этот вопрос так что на сегодня я буду с вами прощаться не забывайте все ссылки оставила внизу в инфобоксе обязательно переходите смотрите кто хотел ботинки я вам соответственно ссылочку на них тоже оставлю на ламоде можно спокойно заказать оставляйте свои комментарии ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую до новых встреч